Здарова! Всем привет! Значит, смотрите, с сегодняшнего дня начинается такой челлендж 10-14 дней и мы будем каждый день выкладывать видео с ответами на ваши вопросы на наш канал. История следующая, что вопросов много, для каждого из вас, конечно же, ваш вопрос наиболее актуален и важен, но мы будем выбирать наиболее интересные и озвучивать ответы на них. Это по знакомствам, по свиданиям, по отношениям и почему-то в таком духе. То есть преимущественно, конечно, интересны будут вопросы по теме отношений уже существующих. Где задавать вопросы? Вопросы задаете в личке в Инстаграме, ВКонтакте, здесь в комментариях под этим видео. Чем более конкретный и развернутый вопрос, тем больше шансов, что мы ответим именно на него. Итак, вопрос от нашего подписчика. Мужики, всем привет! Познакомился в баре с девушкой. Сегодня договорились на свидание на 6 вечера. В баре был очень хороший контакт. Мы даже целовались. Сегодня договорились встретиться и ближе ко времени она мне пишет, а ты не можешь заехать за мной? Я говорю, слушай, я не планировал ехать на машине, потому что хотел выпить винишко. Она такая пишет, ну понятно. Потом она пишет, слушай, я не успеваю. Я ее спрашиваю, во сколько тебе будет комфортно? Она пишет, я не успеваю на метро. Я понимаю, что она мне как бы намекает на то, чтобы я вызвал ей такси. Но у меня принципиальная позиция. Принципиальная позиция. Тем более на первом свидании я понимаю потом после свидания вызвать такси ей домой, чтобы после свидания она уехала. Ну в общем, я ей пишу. Мы так и будем с тобой в эти качели играть? Она пишет мне, ну ты не понимаешь, что я имею в виду. Я говорю, что я все прекрасно понимаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе на коне, вызвал тебе такси, подарил миллион роз и так далее. Я говорю, я хочу с тобой увидеться. Я выбрал место. Я вложился и все организовал. Мы классно проведем с тобой время. Все, что от тебя нужно, это приехать и больше ничего не требуется. И у меня, говорю принцип, что я проявляю знаки внимания и заботу только для девушки, которой я буду уверен, что она мне точно нравится. Что я хочу увидеться с ней второй раз. И что-то в этом роде. Я записал ей такое голосовое. На что она мне ответила. Раз уж у тебя такие принципы, живи с ними. Так настоящий мужчина и джентльмен не делает. В принципе, мне на нее все равно. Но у меня вопрос возникает. Допустим, я не хочу девушке вызывать такси. Я считаю, что девушка нормальная. Она должна проявлять скромность. И чтобы она подняла свою жопу и приехала. Для меня это важно. Как с такими историями быть и как преподносить про оплату такси, что я не собираюсь сам платить за такси? Либо я что-то неправильно делаю. Я не думаю, что я должен был вызвать такси, но просто интересно, как это преподносить грамотно. Вот он, значит, вопрос. Сейчас мы его прокомментируем. Мужики, всем привет. Познакомился с девушкой в баре. Сегодня договорились на свидание на 6 вечера. В баре был очень хороший контакт. Мы целовались и так далее. Если здесь речь идет вообще про, допустим, про соблазнение и про секс, тогда у меня к тебе вопрос. А почему, если вы целовались в баре, почему вы после этого разъехались и вам вообще понадобилось какое-то свидание? И часто бывает такое, что девушка, как бы дав возможность мужчине сейчас, если он ей там не воспользовался, она вообще может даже и не вызваться. Поэтому тебе двойка, потому что из бара ты поехал к себе домой, она поехала к себе домой. Ты не можешь заехать за мной, она говорит. Я говорю, слушай, я не планировал ехать на машине, потому что хотел выпить винишко. Она такая пишет, ну понятно. Потом она пишет, слушай, я не успеваю, я не спрашиваю, я ее спрашиваю, во сколько тебе будет комфортно. Она пишет, я не успеваю на метро. Я понимаю, что она как бы намекает, что я вызвал ей такси. Но у меня принципиальная позиция. И такой вопрос, какие же вы все-таки принципиальные ребята тут собрались? Просто вот принцип на принципе и принципом догоняет. То есть получается, когда женщины посылают вас на хуй, или жестко вами манипулируют, крутят, вертят вами как хотят, то здесь ваши принципы вы куда-то засовываете. И вы готовы там терпеть любое и писать мелом на асфальте, там не знаю, Таня, Маша, прости и так далее. Где ваша принципиальность, когда так происходит? И еще момент, что где ваша принципиальность, если бы, представь себе ситуацию, легко проверить. Если бы эта девушка сказала, написала смс там или голосовое, слушай, вызывай мне такси, я сейчас приеду в плаще, в чулках, не знаю, в белье, в красивом. И мы с тобой будем всю ночь заниматься сексом и классно проводить время. Прямо к тебе. Я почему-то на тысячу процентов уверен, что там твоей принципиальностью даже и не пахло бы. Если это можно назвать вообще принципиальностью. А в чем разница между вызвать такси, чтобы она приехала, и вызвать такси, чтобы она уехала? То есть где логика? И почему происходит подмена понятий? Я понимаю, что возможно здесь это звучит так, что я не... Если человеку нужно это взаимно, то он может спокойно сам это сделать, приехать. Но здесь нужно понимать, если ты здесь, кстати, озвучил, что я буду вызывать такси, как он называл, девушке, которая нравится мне, то есть я понимаю, что это не имеется в виду внешность. А сколько для этого тебе понадобится времени, чтобы понять, нравится она тебе или нет, как человек. Потому что, ну, внешне она тебе сразу или нравится, или не нравится. Ну, не может быть по-другому. Ну, тогда в чем принципиальность? Если ты человека говоришь, что я это делать не буду, ты должен четко понимать, что человек может не пойти на какие-то твои там желания, или же ты не пойдешь на какие-то желания этого человека. Ты должен понимать последствия. Но все она не хочет. Ну, сейчас мы об этом дальше поговорим. Смотри, значит, ну, в общем, я ей пишу так. Она пишет мне, похоже, ты не понимаешь, что я имею в виду. Я говорю, что я все прекрасно понимаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе на коне, вызвал там такси, подарил миллион роз и так далее. Некоторые мужчины неправильно интерпретируют эту позицию сверху. То есть они считают, что если он только что-то сделает в сторону женщины, причем это ему же будет как бы удобнее, например, то все, они проваливают всю эту позицию. То есть они думают, что именно так они будут выглядеть крутыми. Я вам скажу следующее, что это вообще не показатель ничего. Есть мужчины, которые вызывают такси, которые там с цветами этот водитель приезжает, он расстилает дорожку, говорит, пойдемте, я вас повезу к этому принцу. И у них абсолютно ничем эти свидания не заканчиваются. Есть мужчины, которые ничего не вызывают, как бы у них свидания заканчиваются. Но есть и наоборот. Здесь нет никакой корреляции. Ты можешь вызвать такси, ты можешь подарить ей цветы, и твои свидания закончатся так, как ты хочешь, только потому, что у тебя есть навыки и понимание, как тебе сблизиться с девушкой. Здесь это не улучшает и не ухудшает никак результаты. Кстати, возможно, еще это воспринимается многими, как какое-то унижение. Мол, как-то я ей вызову такси, захочет, пусть сама едет. Но одним такси же это все не закончится. Вы встретитесь, даже неважно, она согласилась приехать. Ты думаешь, что после этого, если ты как человек не можешь это, как так называемую, позицию сверху это держать, раз ты позицию сверху выдержал насчет такси, то и во всем, значит, так же будет. Да нет. То есть человек же видно сразу, она будет видеть, что можно тебе говорить. Я думаю, если даже этот человек, который задал этот вопрос, вспомнит, как он прогибался, да, сейчас модное слово, с женщинами, то это никак не связано было с такси. Это связано было с другими какими-то моментами. Поэтому принципиальность нужна. Если для тебя это как-то унизительно, вызвать девушке такси, то выдерживай тогда во всех этих вопросах. Она должна быть тотальная. Тогда не надо говорить, что ты отправишь ее домой на такси или что-то еще. То есть тогда будь принципиален до конца. И тут вот то, что Тигран начал говорить, сейчас я хотел бы сказать, что по сути дела ты имеешь право вот так вот якобы быть принципиальным. Ну так ты должен понимать, что мир тебе ничем не обязан. И ты должен понимать, что и она имеет право, например, твои принципы. воспринять как какое-то там проявление, не знаю, скупости, жадности, не знаю чего угодно, не проявление заботы. Потому что очень многое зависит от того, как она просит. Для меня это был бы ключевой фактор. То есть вообще в принципе, как бы я когда встречался с девушками, мне было по приколу наоборот предложить, сказать, слушай, ты когда соберешься, набери меня, я тебе вызову такси. Я вызывал еще и бизнес, как бы ни в коем случае меня это не обламывало. Я считаю, что в принципе для этого мужчина как бы и должен зарабатывать деньги, чтобы для него это было вот так вот. Я прекрасно понимал, что это никак для меня не связано с тем, что будет у меня с ней что-то или нет. Если мне девушка нравилась, я хотел проявить заботу, чтобы она кайфанула. Я ей говорил, одевай красивое платьишко, там шпильки. Понятно, что она там не поедет на метро в таком состоянии. Я думаю, круто будет, если ее еще и там водитель с бизнеса заберет, откроет дверь, скажет, присаживайся. Сейчас я подумал, круто, мужчина обо мне позаботился. Конечно же, дальше ты уже смотришь, на что она там годится, на что нет. Но получается, что момент такой, двойственный. И здесь сама ситуация, ну, чтобы все правильно нас поняли. Здесь нет такого, что ты правильно думаешь или неправильно думаешь. Надо вызывать такси или не надо вызывать такси. Как бы ты ни считал, это твое право. Здесь нет правильно-неправильно. Просто если ты говоришь, что это принципиально для тебя, ну, значит, это должно проявляться в дальнейшем, во всем. Но это выглядит как не принципиальность, а какая-то... Когда-то тебя или что-то ты услышал такое, что это как бы унизительно женщиной вызвать такси, потому что если она захочет, она должна сама вложиться, как сейчас это модно говорит, приехать. Да, это в старых пикаперских книгах там и так далее. И здесь даже, если я и вызову такси, она приедет. И если мне там что-то не понравится, как она себя ведет по отношению ко мне, я на этом тихо-молча скажу до свидания. Даже если я вызову такси. Но в твоем случае, если ты не вызвал такси, и она приехала, и она будет себя как-то так вести, ты уверен, что ты просто молча встанешь и уйдешь? Скажешь, все, до свидания. Да нет, конечно. Вот это была бы принципиальность. То, что там происходит. И еще раз про вопрос донесения. Да, это ключевая разница. Одно дело, когда она пишет, слушай, я не успеваю, ты не мог бы за мной заехать. Иди просьбы, да? Да, ты не мог бы мне вызвать такси, потому что я прям совсем не успеваю. Или это одно. Но если она говорит, что слушай, вызывай мне такси, не вызовешь, я не поеду, или там без букета не приходи, без подарка не приходи, тогда, наверное, это другое. Ну, то есть, смотри, здесь надо четко разграничивать. Мол, если бы она была хорошей девушкой. Если ты ищешь себе девушку для семьи, для жизни, конечно, это важный фактор, на который нужно обратить внимание. Но прикол в чем, что если она тебе внешне нравится, если она для тебя сексуально привлекательная, ты, как бы, не против бы с ней там как-то развлечься, да? Ты уже на этой фразе, например, думаешь, делаешь выводы, что, блин, значит, она не подходит, потому что я считаю, что она должна быть скромной, моя женщина, все окей. Но кто сказал, что она для секса не подходит? Ты же можешь сказать, ну, супер, давай, ладно, я потрачу лишние 500 рублей. Но когда ты приедешь, я сделаю так, что я их не зря потратил, как бы. Понимаешь, то есть, и это уже все говорит о том, что ты сейчас очень сильно путаешь свою там якобы принципиальность с какими-то другими вещами, с непониманием ситуации, с мелочностью, с какой-то, с упёртостью, с тупостью. И самое главное, дальше следующее, то есть, вот он там, я немножко пропускаю, в принципе, мне на нее все равно. Вот. Но у меня вопрос возникает, допустим, я не хочу девушке вызвать такси, я считаю, что девушка нормальная, она должна проявлять скромность, бла-бла-бла. Когда ты пишешь, что мне на нее все равно, но тут есть такие слова там, пусть она оторвет свою жопу, там и так далее, вообще задаешь этот вопрос, ты палишься опять, юный друг, ничего тебе не все равно. Если бы тебе было все равно, ты бы вообще сейчас сидел и не задавал этот вопрос. Этого видео не было. Да, спасибо тебе за контент, кстати. Я приехала, и для меня это важно, а она говорит, типа, как с такими историями быть, и как преподносить про оплату такси, что я не собираюсь сам платить за такси. Это вообще не сейчас, я, подождите, играю. Прежде чем мы продолжим, ну окей, а представь себе, если это реально какая-то девушка, о которой ты мечтал всю жизнь. То есть в моей картине мира мужчина должен как бы быть добытчиком, то есть делать так, чтобы его женщине было комфортно. Наоборот, заботятся они, естественно, что и она тоже в рамках своих каких-то женских компетенций. И она может подумать, что ты там какой-нибудь стрёмный, скупой, жадный мужичок и как бы просто с тобой не скоррелировать. Потому что дело-то не про деньги, не про саных 500 рублей или 300. Дело в том, что это как бы некое проявление заботы. Проявление нормального мужика для меня. И, кстати, здесь, если для тебя это какой-то тревожный сигнал, потому что нормальная девушка так не делает, это не какой-то криминальный момент, чтобы всё, раз так, это до свидания. Если для тебя это тревожный звонок, скажи, хорошо, надо в этом убедиться. Либо подтвердить, либо опровергнуть. Во время общения это же легко выйдет наружу, задавая какие-то вопросы, общаясь о чём-то, о каких-то ценностях. И ты там поймёшь, это реально то, что она сказала, был тревожный звонок. Или же просто её вид не так, что, мол, надо подрезюмировать, как бы, в принципиальности, он очень тонкий, и здесь нужно самому себе, самого себя ловить на том, что так ли это связано с моими принципами. Вопрос донесения и формулировки, да, то есть, как бы, это очень сильно зависит от того, как она это доносит и формулирует. И следующий вопрос, если уж ты выбрал выпендриваться, скажем так, ну, выпендривайся до конца, нужно понимать, что всегда есть последствия. Тем более, ты общаешься с женщиной, это не стул, не камин, вон там, который, я не знаю, не потолок, то есть, он будет как-то реагировать. Причём, он абсолютно имеет право на то, чтобы как-то реагировать. И, кстати, мне очень понравилась концовка, где, как грамотно это преподнести. То есть, я правильно понимаю, что под словом грамотно ты имеешь в виду, как мне, что ей, как сказать, чтобы она согласилась с моим мнением и всё-таки приехала сама на такси. То есть, для тебя этот момент же важен под словом грамотно. Если это действительно так, то не существует этого грамотно. В любом случае, ты озвучил своё мнение, человек услышал его, он либо принимает, либо не принимает. А как бы грамотно ты это не преподносил, смысл эту демагогию там разводить? Да, если для тебя это так принципиально. Крипта, которая работает везде со всеми, как и в продажах, как и где угодно, понимаешь, это человеческий фактор. Если для тебя это действительно принципиально, наоборот, тебе нужно понимать для себя, зачем тебе как-то грамотно преподносить. Сказал открыто, и ты смотришь, как человек на это реагирует. Если реагирует нормально, значит, для тебя это нормально, девушка. Если не нормально, значит, тебе не стоит с ним связываться, если уж ты такой принципиальный. Как-то так, ребята, вот, всех ждём на практику ближайшую, юбилейную с 26 по 29 августа. Уже практически собрана группа, осталось только вам туда впрыгнуть в последний вагон, и мы 4 дня подряд будем с вами телепортировать вас в другую жизнь, и где женщины, по сути дела, это только повод собраться, потому что это уже давно тренинг личностного роста, тренинг о том, как себя не обманывать. Это принципиально. Да, это принципиальный вопрос. Ссылка здесь под видео, записывайтесь. 26 по 29 августа. Это был Тигран, это был Шамшурин. До новых встреч. Да, и, кстати, ребята, завтра и в последующие дни будут выходить видео с ответами на ваши вопросы. Какие-то будут короче, какие-то длиннее. Вопросы, напоминаю, можно писать либо здесь в комментариях, либо в инстаграме в личку. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok